Доброго утра всем, кто только что проснулся и включил телеканал Хабар. Вы смотрите Жена Акун. Сегодня вторник, 12 сентября. Наши коллеги завершили свою часть программы, ну а мы продолжим, оставаясь с вами. При помощи радаров группа ученых из Шотландии обнаружила 91 вулкан под двухкилометровым ледяным панцирем Антарктиды. Предполагается, что это самый большой вулканический поезд на нашей планете. Исследования продолжаются. Ну а прямо сейчас для вас еще больше интересных новостей из-за границы. Ученые НАСА отметили важную дату 40-летия со дня запуска двух космических аппаратов. Зонд Voyager 1 отправили в космос в августе 1997 года для исследований дальних планет Солнечной системы. А в сентябре состоялся старт второго аппарата. Его миссия заключалась в исследовании Сатурна, Юпитера, а также и спутников. Интересно, что оба прибора — рекордсмены. Например, Voyager 2 — это первый и единственный зонд, достигший Урана и Нептуна. По прогнозам экспертов Американского космического агентства, аппараты смогут передавать информацию на Землю еще около 10 лет. Сегодня роботы собирают автомобили, а еще они могут приготовить аппетитную пиццу и доставить еду до дверей. Железные машины заменяют людей не только на производстве, но и в офисах. Поэтому в Калифорнии намерены ввести налог на роботов. Член Совета Супервайзера Сан-Франциско Джейм Ким еще полгода назад выступила с таким предложением. А теперь женщина создала фонд «Работа будущего». По ее задумке выплачивать налоги будут компании, в которых вместо людей работают роботизированные системы. Собранные деньги Джейм Ким предлагает выделять на образовательные гранты и переобучение сотрудников. В итальянском городе Стия в одном месте собралось более 200 кузнецов, чтобы продемонстрировать свои таланты на 22-й биеннале. Также здесь прошел чемпионат поковки. Мастера со всего мира соревновались до последнего стука молотка. На создание оригинальных изделий из металла отводилось три часа. Причем кузнецам запретили использовать любые современные инструменты. Один из участников состязаний Альфред Педерсон, 27-летний студент из Норвегии, он обучается кузнечному делу, говорит, этот чемпионат подарил ему большой опыт. Мастера уверены, несмотря на 3D-принтеры и автоматизированные устройства, их ремесло будет жить вечно. 19 лет назад в Алматы был открыт памятник ученому-общественному деятелю Ахмету Байтурцинову. В 2012 году в Дубае прошел деловой форум, посвященный инвестиционным возможностям Казахстана. Два года назад в Алматы прошел первый Кубок Евразии по интеллектуальным играм. А вот какими еще интересными событиями знаменательна сегодняшняя дата, узнаем вместе прямо сейчас. Сегодня день казахского кино. 12 сентября 1941 года в Алматы съемками картин занялась студия художественных и документальных фильмов. Позже она была переименована в «Казахфильм». 11 лет назад состоялась презентация первого издания «Дивани Лугататюк» Махмуд Аль-Кашгари на русском языке. В 2010 году Казахстан принял участие в работе Всемирного энергетического конгресса, который состоялся в канадском городе Монреаль. 6 лет назад в Астане стартовал республиканский конкурс на лучший девиз и эссе на тему «Энергия будущего. Поддержи Экспо-2017. Поддержи страну». В 2012 году в Столичном музее современного искусства открылась выставка картин известного художника Казахпая Ажибекулу. 4 года назад 5 казахстанских магистрантов отбыли в Японию для обучения и реализации проекта по созданию первого казахстанского наноспутника. Характер у тех, кто родился 12 сентября, как правило, мягкий, но идти к заданной цели, он никак не мешает, только помогает. Ну а прямо сейчас нумеролог Айсулу Ахимова расскажет о сегодняшней дате. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня вторник, 12 сентября 2017 года. Цифры дня по нумерологии 22, а цвет дня, который неплохо усиливает этот день, это все зеленые, изумрудные и оттянки хаки. Число удачи четверка. Сегодняшний день связан с правильными решениями и рациональным подходом. В основе дня лежит обаяние, но с другой стороны немного мешает жесткость в общении. Поэтому постарайтесь не принимать категоричных и импульсивных решений, а будете более терпимы и гибки по отношению к другим. Избегайте любых финансовых рисков и долгов. Не торопите события и избегайте любой суеты. Этот день наполнен большими возможностями и самое главное их не упустить. Сегодня также хорошо проводить любые легкие разгрузочные диеты и очищение организма. Хорошего вам настроения и удачи! Более трех месяцев Астана была международной площадкой для обсуждения и решения вопросов энергии будущего. Ну а церемония закрытия Экспо стала незабываемым зрелищем для гостей Всемирной выставки и, конечно, зрителей по всему миру. Кульминацией международной выставки Экспо-2017 стала официальная церемония закрытия в Конгресс-центре. Здесь были озвучены главные итоги трехмесячного марафона инноваций. Здесь были выставлены порядка 140 научных изобретений в области возобновляемых энергий. Выставка стала хорошим стимулом для роста казахстанской научной среды. Проекты отечественных ученых, представленные на Экспо, привлекли внимание мировой общественности. Организаторы мероприятия показали результаты проведенной выставки в художественной форме. Зрители увидели лучшие технологии. Вакуумный пояс Hyperloop, технологии по производству энергии от растений, вертикальные теплицы и не только. В своем поздравительном выступлении глава государства Нурсултан Азарбаев ответил на главный вопрос, какое наследие оставит Экспо-2017. Прежде всего, это Международный финансовый центр Астана. Он должен стать финансовым хабом, центром притяжения инвестиций и занять достойную нишу в международной финансовой системе. Создаваемый Международный центр по развитию зеленых технологий инвестиций будет содействовать глобальному устойчивому развитию продвижению зеленых технологий. И Международный технопарк IT-стартапов станет площадкой для привлечения IT-предпринимателей и инвесторов всего мира. После окончания церемонии в Конгресс-центре все внимание зрителей перешло на сферу Нур-Алем. Длинная колонна волонтеров соединила два объекта и стала своеобразным проводом энергии, который осветило ярким мультимедийным шоу «Центральный объект Экспо». Здесь гости увидели огромного голубя. Птица мира гордо расправила крылья, объяв весь земной шар. Логическим завершением официальной церемонии стал фейерверк. Восьмиминутный салют озарил всю выставочную территорию сотнями разноцветных огней самых неожиданных форм. Участниками финального шоу стали более двух тысяч человек, в том числе волонтеры и представители стран-участниц Экспо в Астане. Центральная идея, которая сквозной нитью соединила грандиозную программу, это главенство человека, несмотря на важность энергии и инновационных технологий. Однако на этом торжественная программа закрытия выставки не закончилась. На сцене амфитеатра выступили группа «Музарт», «Марат Бесингалиев», «Жамиля Серкибаева», «Мара Мухаммед Каза», «Академический фольклорно-этнографический оркестр «Отра Арсаза», «Артисты Астана Балет» и многие другие. Парад, праздничные вечеринки, батриумы павильонов, международных стран-участниц и многие другие мероприятия прошли в этот вечер на Экспо. По итогам самым популярным объектом выставки стала сфера Нуралем. Ее посетили 1 миллион 300 тысяч человек. Всего столичную Экспо посетили 4 миллиона человек. Среди них больше 3 миллионов – это молодежь и школьники. Мируэржики Анна, Бахтия Райтхожин, Жанакун, Астана. Можно ли раскрутить собственное дело в короткий срок, не затрачивая время на завоевание клиентуры? Ответ – да, если вы готовы работать по франшизе. О преимуществах этой системы бизнеса мы попросили рассказать нашего гостя, бизнес-тренера Оскара Аманбаева. Оскар, доброе утро. Доброе утро. Оскар, ну что же такое франшиза и, соответственно, кто такой франчайзер и что такое франчайзинг? Франшиза – это готовый бизнес. То есть это готовый бренд, готовая торговая марка. И мы просто выкупаем весь интеллектуальный и технологический состав для того, чтобы открыть свой бизнес. То есть франшайзер – это человек, который продает франшизу, а франчайзи – это человек, который приобретает франшизу. И это, по сути, готовый бизнес под ключ для того, чтобы начать здесь и сейчас. Ну давайте так, чтобы было понятно людям, что подпадает под понятие франшизы. Вот, допустим, есть какая-то сеть ресторанов, да, и можно взять франшизу. Есть какая-то сеть магазинов, это франшиза. Что еще может быть? Любая компания, которая хочет в будущем расширяться, масштабируется по всем странам, по регионам, они выбирают именно формат продажи франшизы. То есть это дает возможность им расширять свою деятельность. Поэтому, в принципе, почти любые ниши, они создают франшизы. То есть это такие известные бренды, как Макдональдс, Киевси. Именно цифра брендов. Да, ну окей, в общем. Любые компании, которые расширяются. Ну а насколько это выгодно? Или все-таки имеет смысл открыть свое дело без франшизы? На самом деле, когда человек покупает франшизу, он покупает весь опыт, то есть франшайзера. Всю боль, все временные затраты, денежные затраты. Поэтому, на самом деле, это выгодно в плане, как сказать, первоначальных, наверное, затрат. И экономию времени, да, для того, чтобы понять, как это работает. Да, один человек экономит тем, что он продает франшизу, другой развивает его бизнес. А второй франшизе он экономит тем, что он берет готовый опыт. Поэтому, в принципе, оба выигрыши. Хорошо. А как правильно составляется договор франшизы и как быть уверенным, что у тебя все-таки не обман? Договор всегда разный и он индивидуальный. То есть все зависит от того, что передается им на франшизе. То есть это технология, это обучение сотрудников, это дизайн каких-то логотипов. То есть все зависит от каждого случая, он абсолютно индивидуальный. И договор заключается на такой основе, что есть пушальный внос. То есть это единоразовая сумма, которая вносится в франшизер за приобретение каких-то вещей. И потом каждый месяц выплачиваются роялтисы. То есть это некая комиссия за то, чтобы пользоваться этим брендом и зарабатывать там деньги. Но если, допустим, человек решил заняться франшизой, может ли он узнать подробную информацию? Ну, кроме того, как посмотреть какую-то презентацию, узнать об этой компании на сайте? Конечно, во-первых, желательно посетить самого заведения или бизнес, то есть пользоваться услугой как потребитель, чтобы понять, насколько вам это нравится. Потому что нужно любить то, что ты продаешь, так будет намного проще. Есть очень много сайт-каталогов и, конечно же, личные встречи. Обычно франшайзеры на это идут с удовольствием, для того, чтобы будущего потенциального франшизы убедить в покупке франшизы. То есть партнера, скажем. А как выбрать вот этого самого партнера? Как определиться на том или ином франшайзере? Потому что их сейчас огромное количество. Ну, здесь имеет значение сделать рыночное исследование. То есть понять, насколько вот в данный момент в локации, которая вот выбрана, будет востребована эта услуга. Поэтому здесь, конечно, никто не выбирает ответственность самого нового исполнителя, то есть бизнесмена, сделать рыночный анализ. Только после этого уже понимает, насколько этот бренд будет работать в этой локации. И нужно выбирать на основе цифр, параметров, насколько быстро развивается компания, которую он хочет купить франшизу, насколько она успешна, какие отзывы есть, да, то есть какие цифры. Обычно это все прозрачно, и франшайзер он это все предоставляет. Ну вот вы сказали о том, что каждый договор, он индивидуален и уникален. Но, тем не менее, существуют ли какие-то законодательные акты, которые позволяют держать это все в рамках для того, чтобы человек спокойно начинал или продолжал бизнес? Да, конечно, то есть Республика Казахстан, да, то есть закон очень простой, называется он комплексный предпринимательская лицензия. То есть она регулируется именно нашим законом, и она позволяет все эти вопросы как юридически решить. Вот, и я обычно нанимаю тюристов, чтобы они грамотно это все составили. В Казахстане на сегодняшний день выгодно, легко, просто заполучить франшизу, или зарубежные представители бизнеса не всегда хотят зайти на наш рынок? Смотря какие бизнесы, то есть многие берут бизнесы с Россией, и франшизы по стоимости они сильно упали, то есть они стали доступными, в принципе. Раньше это были какие-то астрономические цифры, сейчас этот вид деятельности расширения бизнеса стал очень популярным. И поэтому многие рассматривают Казахстан как, как сказать, как развивающая страна, поэтому они наоборот с удовольствием заходят на рынок и дают, продают свои франшизы. Все понятно. Спасибо вам огромное за правильные и дельные советы. Спасибо. А нашу программу продолжат наши любимые балапанчики. Кис, оболка. Ветер, потому что может мельница очень быстро крутится. Слишком сильно идут облака. Чтобы пахнуть. Вы понимаете, что дуке – это просто вода. Так быстро, что они попадают на кожу. Делают они их из воды и добавляют там специальный коз. Если кто-нибудь о тебе вспоминает, из-за этого и он и кает. Может, он много налетается. Потому что если пить очень много или там… Не важно. Главное, что если много пить воды или там еще, все равно можно зайкать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Динара Бактыбаева Дебют в кино состоялся в фильме «Он и она». Сыграла яркие роли в сериалах и картинах. «Унесенный рейсом», «Зауре», «Оралман из Питера», «Казахское ханство», «Алмазный меч». В свободное время увлекается рисованием. Динара, доброе утро. Доброе. Очень рада видеть вас в наших гостях. Поздравляем с завершением съемок. Спасибо. Совсем недавно вы завершили процесс под рабочим названием «Стрельба в 11 микрорайоне». Да, все верно. Кто является режиссером? Расскажите подробнее об этом проекте. Режиссером является Дельхан Юржанов, исполнительным продюсером серии Кабишев. То есть всем известен этот режиссер как режиссер арт-хаусного кино. Я давно мечтала с ним поработать, еще с тех самых времен, когда посмотрела фильм «Хозяева». И моя мечта осуществилась. «Dreams come true». Поздравляем. Спасибо. Как там на вашей героине? Мою героиню зовут Салтанат. Это девушка, которая выросла на книжных страницах. Девушка, которая все это время жила в своем неком иллюзорном мире. И по стечению обстоятельств ей приходится столкнуться все-таки с реальностью, как и любому другому человеку. И, в принципе, фильм об этом. Сейчас в интернете о тебе очень много пишут, что Динара Бактабаева снялась для себя в новом амплуа. Почему? Это твой первый опыт в арт-хаусе? Нет, не совсем, наверное, новая амплуа. Просто исключая роль Зауре, как раз-таки, в одноименном сериале Зауре, это был мой первый такой, скажем, опыт, именно серьезной, такой глубокой, драматической роли. И я давно это хотела, потому что в последнее время снимаюсь в комедиях, в сериалах. Ну, сама как ощущаешь? Получилось? Как любая актриса, мне кажется, любая актриса этого хочет. Я очень самокритична, и на площадке, допустим, я не смотрела, что получалось в итоге на плейбеке. То есть я доверяла все режиссеру. Если он мне сказал, что все было, то, значит, было. Ну, вы сказали о том, что ваша героиня – это девушка на книжных страницах, да, цитирую вас? Да. Тем не менее, вы прониклись в эту роль. Вот было для вас что-то, чего вы, как человек, не принимали? Не как героиня, а как человек, как девушка? Или были ли какие-то моменты, за которые вы очень сильно полюбили свою героиню, где-то пытались быть на нее похожей? Как только я прочитала весь сценарий, я уже полюбила эту героиню, я была полностью согласна. Я не хочу раскрывать сейчас сюжета фильма, но скажу так, что очень многие моменты, они, в принципе, и откликались, и в моей судьбе тоже. Вот, и, возможно, режиссер увидел это тоже во мне, что есть что-то схожее с героиней, поэтому он и обратился ко мне, предложил эту роль. И, в общем, с героиней я полностью гармонировала в процессе. И меня это вдвойне вдохновляло. А после съемок жалко было с ней расставаться? Да, очень. И с героиней, и с ее другом Хуандахом тоже, потому что безумно веселый такой получился персонаж. Очень человек, которым в детстве все еще играет. И, да, тяжело было расставаться с ними. Но вот ты уже и затронула своего коллегу по площадке. Расскажи, пожалуйста, о тех, кто еще трудился вместе с вами над этим фильмом. Звездный состав или, наоборот, новички в кино. Кто был вместе с вами? Со мной играли замечательные актеры. Это Еркен Губашев. То есть он действительно разрывался просто, потому что он и у Аскара Бесембина снимался, и у Акана Сатаева снимался параллельно. Затем Хуандах Дюсимбин, главный герой. В принципе, по нему режиссер и писал сценарий, по сути. То есть именно его персонаж, он даже имени поменял. То есть Хуандах, Хуандах. Вот. И он тоже замечательный актер, но в основном я с ним и играла. В принципе, вот. Ну, у тебя главная роль. Да. Ну, вы стали знаменитой после выхода фильма «Он и она». И с того момента вы набираете темп, не останавливаясь. Вот как окружающие воспринимают вот вашу натуру такого человека действий? Как вы сами для себя ее оцениваете? Я скажу так, что на самом деле, когда я только приехала в Алмату, я сама с города Трау, у меня не было цели, знаете, завоевать этот город, показать себя и так далее. То есть абсолютно. Я не люблю конкурсы, я не люблю соревнования. То есть в любых моих действиях я не стараюсь показаться вот такой вот идеальной, что я вот самая лучшая, вот посмотрите на меня, я вот такая, какая я есть. Нет, абсолютно. То есть я всегда была очень простая, и это до сих пор со мной, чему я безусловно рада. И поэтому ничего абсолютно не изменилось, какая есть, такая есть. Скажи, пожалуйста, вот кино в твоей жизни стало просто всем. Это ежедневный труд, работа, хобби, страсть и так далее. На театральную сцену планируешь когда-нибудь? Пока не планирую. Я считаю, что, скажем так, недостаточно скиллс, да, скажем так, достаточно, наверное, специально каких-то знаний, умений, потому что театр, кино — это абсолютно разные вещи. Ну, хотела бы тебя попробовать? Конечно, хотела бы. Ну, несмотря на то, что Кирилл сказал, что кино — это и хобби, это и страсть, это и жизнь, но в этой жизни ещё много граней. Вот какие вам интересны? Кроме кино. Я очень люблю рисовать, и я училась этому немножечко, и я хочу продолжить это в дальнейшем. Также я изучаю язык английский, и в основном я провожу время с друзьями. Ну и судя по твоему инстаграму, ты очень много путешествуешь? Нет, не совсем много. Может быть, так кажется, по-моему, инстаграму, но на самом деле нет. Не так много. Но возвращаясь к фильму, Паша, мнение, ваши предположения, ваш прогноз. Насколько он будет интересен зрителю, и кто пойдёт смотреть это кино? Я думаю, что фильм будет интересен взрослой аудитории, скорее всего, потому что фильм очень серьёзный, он непростой, и темы затрагиваются очень серьёзные. Также это фильм по сравнению, да, со всеми теми фильмами, которые выходят на широкие экраны. Впервые фильм о девушке. Впервые фильм повествует и рассказывает, раскрывает личность именно женщины. То есть он заглядывает, он перебирает всю глубь женской натурой. И героиня неидеальна. И я думаю, неидеальность привлекает. Динара, дорогая, у тебя есть сегодня уникальная возможность обратиться к зрителям, чтобы они хотели пойти посмотреть на тебя. И обратиться, конечно, им с пожеланием сегодняшнего хорошего настроения. Дорогие телезрители, я желаю вам хорошего настроения, я желаю вам вдохновения, чтобы каждый ваш день был наполнен позитивом, хорошими людьми. И, конечно же, я жду вас в кинотеатрах, не знаю, конечно, когда, но вы обо всем узнаете в скором времени. И очень советую вам посмотреть этот фильм. Ну а мы от нашей команды желаем вам успеха и ошеломительной премьеры. Спасибо. Спасибо, что зритель повлибил вашу так же героиню, как и вы. Спасибо большое. Дорогие друзья, ну а мы продолжаем нашу программу. И сейчас вашему вниманию материал от наших корреспондентов. Доброе утро. Я сегодня покажу мастер-класс, как можно в домашних условиях приготовить скраб для черных точек, снять мертвый ороговевший слой с носика, получается самая проблемная кожа, и Т-образная зона. Это Т-образная зона, она у нас состоит из мертвых ороговевших слоев кожи, жирная кожа, проблемная кожа, поэтому мы соскрабируем. А после я покажу вам, как можно приготовить масочку из семи льна. Так как у нас Т-образная зона, это носик, лобик и подбородочек, эта зона у нас жирная, проблемная. Я приготовила столовую ложку обычного кофе, молотого кофе. Несколько капель водичек добавляем тепленькой. Легкими движениями пальчиков мы нанесли скраб по линиям красоты, полностью на все лицо. Легкими такими промокательными движениями мы смываем полностью весь скрабик. Лицо у нас готово. Мертвый ороговевший слой мы сняли, обезжирили кожу. Приготовили 2 столовые ложки семя льна. Можно семя льна промолоть через кофемолочку, можно такими крупными зернышками. Добавить тепленькую водичку. Приготовили масочку мы. Распределяем небольшими кусочками. Очень хорошо увлажняет, успокаивает. После того, как мы подержали 10-15 минут, очень удобно снимается масочка. Так же, как и наносится. Такими небольшими кусочками количество, то, что мы накладывали, так же легко мы их убираем. Процедурку можно повторять раз в неделю. Один раз в неделю или в 10 дней один раз. Будьте всегда молоды, красивы и здоровы. Быть знаменитым некрасиво. Не это возвышает ввысь. Не надо возводить архивы и над рукописями трястись. Цель творчества – самоотдача. А не шумиха, не успех. Позорно ничего не значат быть причиной на устах у всех. И надо жить без самозванства. Так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь, пространство, Услышать будущее вазов. И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, Места и главы жизни целой, отчеркивая на полях. И окунуться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, Как прячется в тумане местность, когда в ней не видать не изгей. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять. Но поражение от победы ты сам не должен отличать. И должен не единой долькой не оступаться от лица. И быть живым. Живым и только. Живым. И только до конца. С добрым утром. Ну вот и пришло время. Нау с Кириллом с вами попрощаться, дорогие друзья. Ну а день только начинается. Пусть он будет успешным, удачным и солнечным. А хорошее настроение вас не покинет до самого вечера. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!